Здравствуйте! Вы слушаете «Вести» Магнитогорск на маяке в студии Арины Уразова. Снова нельзя. Ограничения на полеты для ряда аэропортов юга и центральной части России продлили до 13 апреля. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, сообщает Магнитогорский рабочий. Всего сейчас закрыто 11 аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симперополь и Элиста. Как сказано в сообщении Росавиации, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Возможность узнать новое и вспомнить важное. Стартовал диктант по общественному здоровью и диспансеризации. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Будь здоров!» приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Он отмечается сегодня, 7 апреля. Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 37 вопросов, которые разделены на две основные темы – диспансеризация и здоровый образ жизни. Проверить свои знания, получить полезный подарок с информацией о том, как поддержать свое здоровье и здоровье своих близких, можно до 15 апреля по ссылке. Принять участие в диктанте могут все желающие старше 18 лет. Вместо медалей разного достоинства – альтернативные игры. Магнитогорские звезды сборной России под дзюдо не смогут выступить на сурдолимпийских играх. Российских спортсменов сурдолимпийцев отстранили от участия во всех международных соревнованиях текущего года. Но таких соперников бояться стоит сильнее. Эмоции и гнева они вложат в борьбу на татами и на других соревнованиях. Дюймовочка на татами – именно так называют Наталью Дроздову. Это хрупкая девушка, с лица которой не исходит улыбка настоящий боец. Она одна из самых титулованных спортсменок страны. Двукратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка России. Говорит, большой и жесткий. Спорт пришла не с горящими глазами. Влюбляла в дзюдо постепенно. Сама спортсменка рассказывает. Когда я пришла в дзюдо Корову Зинуровичу в 2006 году, конечно, я предположить не могла, что это дойдет прям до сурдолимпийских игр и что будет такая прям серьезная спортивная карьера. На ковре сильный боец, а в жизни ласковая мама двух детей и обаятельный собеседник. То, что девушка не слышит, можно узнать только если она сама расскажет. В этом году на майские сурдолимпийские игры спортсменка должна была ехать в составе сборной страны. От Магнитогорска вместе с Натальей должны были выступать Алина Поздеева, Жанна Кузнецова и Марш Зияков. Но в планы вмешалась политика. Старший тренер Рауф Валеев сурдолимпийской сборной России по дзюдо отмечает. Это сильно ударило по ребятам. Олимпийский чемпион – это звание, которое дается раз в 4 года. И как бы оно очень почетнее, чем чемпион мира, Европы и прочие всякие звания. Мы готовились. Они были очень сильно расстроены. Заслуженный тренер России по борьбе дзюдо Рауф Валеев уверен, его команда сурдолимпийских игр смогла бы привести медали. Поддержать спортсменов и тренера приехал и воспитанник Рауфа Зинуровича, а сейчас президент городской федерации дзюдо Виталий Бахметьев. Депутат Государственной Думы признается – Валеев дал ему путевку в жизнь. Поэтому отношение к этому виду спорта у него особенное. Виталий Бахметьев признается. Мы однозначно занимаем его призовое место. Виталий Бахметьев стали чемпионами. Просто убрали сильного соперника. Они нас боятся. Магнитогорские спортсмены теперь готовятся биться на альтернативных играх. Дата их проведения пока обсуждается. Поэтому маленький перерыв, чтобы сделать фото на память и вновь на татаме отрабатывать приемы. Мошенники не дремлют и продолжают не только изобретать новые схемы, но и использовать старые методы для достижения своих корыстных целей. На этот раз их жертвой стал 28-летний житель Магнитогорска. Просьба перевести деньги на безопасный счет – одна из самых распространенных мошеннических схем. Так 28-летний житель Магнитогорска обнаружил на страничке своего друга запись о том, что его ребенок попал в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в финансовой помощи. Магнитогорс перевел денежные средства в размере 5000 рублей. Однако через несколько дней он решил поинтересоваться у своего друга, как чувствует себя его ребенок после аварии и пройденного лечения. Выяснилось, что страничка была взломана, а просьба о финансовой помощи является уловками мошенника. Ученый Магнитогорского государственного технического университета имени Носова получил грант президента Российской Федерации. Исследования докторок технических наук, доцента заведующего кафедры металлургии и химических технологий Александра Харченко отмечены в номинации «Технические науки» и посвящены вопросу совершенствования процесса производства чугуна в доменных печах увеличением потребностей газовых восстановителей с повышенной долей водорода. Награды молодым ученым победителя конкурса 2022 года вручил полномоченный представитель президента ВУРФОМ Владимир Якушев. И о погоде сегодня в Магнитогорске плюс 6 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров в ртутного столба. Это все. С вами была программа «Вести Магнитогорск». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин